Данное видео создано в развлекательных целях. Все показано сегодня по-другому. Трэго! А мне семечек! А мне! Здравствуйте всем ребятки! Сегодня будет новый ролик. Очень интересно, я буду рыться в помойках. Сегодня я вам покажу, что можно найти в помойках за 5 часов. Сейчас на часах 12 дня. И до 5 вечера, как раз до заката, я буду разрывать мусорные баки. И показывать, что там можно будет найти. А потом в конце видео подведем итоги. И вы увидите, сколько можно всего найти. И сколько можно на этом заработать. На том, что я найду в мусорных баках. С вас обязательно по лайку. Также пишите в комментариях свое мнение о том, что вы сегодня увидите. И кстати, спасибо топ-моим донатерам, которые заходят ко мне на прямые эфиры. И помогают, и поддерживают меня копеечкой. Все, всем приятного просмотра. Полетели драть кормилицу. Фу-фу-фу, ребята! Воу-воу-воу! Кормилица загородная. Первая на моем маршруте. Ребят, как видите, коробка пустая. Но я надеюсь, что за эти 5 часов я успею налутать столько всего и набить полный скутер. Поэтому приступим же. Первая помоечка, она моя самая одна из любимых. Потому что тут можно очень нарваться на шикарный вынос с хаты. Вот, допустим, впереди, вдали, я вижу аккумулятор для шуруповерта от фирмы Bosch. Дорогая вещица, на самом деле, ребят. Очень дорогая. Фирма Bosch дорогая. Посмотрите, какой аккумулятор. Он вообще как новый. Нифига себе. А откуда он выпал? Давайте искать источник аккумуляторов. Откуда он мог выпасть? Ведь откуда-то он выпал, как-то он там оказался. Возможно, он вот с этой коробки вылетел. Нет. Вот, обычно все это вываливается с каких-то пакетов, где содержится вынос с хаты. О, кэшбэк 50 рублей. Да, мини-купюрка такая. О, это же освежитель воздуха. Да, баллон есть. Пустой баллон. Ну, вот эту штуку, кстати, купят. Там окислилась батарейка. Ну, их просто надо поменять. Эта штука по-любому рабочая. Даже вот прям так с баллоном, чтобы люди на барахолке понимали, что это и для чего это. Вот эту штуку можно продать рублей за 50. Аккумулятор от фирмы Бош стоит, короче, новый вот столько. Продам его, ну, не знаю, рублей за 400. А вот эту штуку... Так, смотрим, что у нас тут дальше есть. Такая коробка огромная. Неужели в ней нет выноса с хаты? Черевичек вот такой вот. Шляпа. Шляпа, шляпа. Что в этих коробках? Смотрите, дрова какие. Это вынос из загородных домов. Вот в этих пакетах может быть техника. Может быть, но не сегодня. Так, кусочек пылесоса, кстати, строительного дорогого. Офигеть. Вот это, ребят, дрова. Я бы забрал бы с радостью. И те вот все дрова бы. Но мне уже их везти не на чем. Машину продал, блин. О, пакеты сумма, нифига себе. О, шахматы. Опа. Вот это купят. Есть они там? Нет, шахматов нет. Цена 12 рублей 50 копеек. Но все равно саму доску вот эту, ребята, она целая. Из пластика. Эту доску, я думаю, купят рублей за 150. Даже если в ней шахматов нет, ничего страшного. Так, я вижу тут какие-то пульты. Пульты на барахолке покупают. Тут их даже два. Вот такой вот пульт. Подубитый. Ну, возможно, его купят. Я думаю, пультики можно взять. Их по 50 рублей, бывает, покупают. Ну, неплохое начало, ребят. Что, еду на вторую помойку. Посмотрим, что там. Ого. С какой-то швейной фабрики выгрузили просто огромную кучу мусора. И устроили тут свалку. Я думаю, ну, это надо пресекать. Вот такие действия. Посмотрите, сколько лоскутов. Вот лоскуты, это со швейной фабрики все. Вот это лоскуты. Вот здесь куски вот лоскутов. Что-то платья какие-то шьют в каком-то подвале тут на районе. И вывезли вот такую огромную гору мусора. Это надо пресекать и наказать. Поэтому, не знаю, блин. Надо вычислить, кто это выкинул. И вот так вот им сделать за вот это вот. Мусор наутилизировать, а не устраивать тут свалки, блин, на помойках. Вообще-то это просто два маленьких бака, куда люди должны бытовые вот такие небольшие пакетики закидывать. Но вот такое должно вывозиться на специальные свалки. И платить должен был тот человек, который это выкинул за утилизацию своих отходов. Ебать, а тут что устроили? Жесть! Просто, ребят, это что такое тут люди делают? А кто будет платить за утилизацию отходов? Вы посмотрите, что тут на помойке. Вот три маленьких бака. И посмотрите, какая гора мусора. Вот это все мусор. Вот это местные тут устроили. Вот такой вот пиздец. Ну, по-другому это не назвать. Это просто, ну, пиздец. Я просто в шоке, ребят. Почему так? Одета до техника. Могли бы и мне что-то подкинуть здесь, порадовать меня. Кика! Ваш Требов зовут, да? Да. Я вас смотрю в ютубе. Спасибо. Мне очень нравится. Всегда лайкаю вас. Спасибо. Молодец вообще. Спасибо. Удачи. И вам. Так, что тетюнясь? Что тетюнясь? Что тетюнясь? Малионини. Курточка. Хм. Ну, такое может даже купят. Только она, блин, не мужская. Мужское покупают. Толстовка Деливери Клаб. Доставщика. И то маленькая. Кэшбэка нет от курьера в карманах? Да нету. А вот это что у нас? О! А вот это жилеточка. Вот это вот. Вот это надо. Вот это беру. Так, а вот это что у нас? О! Зонтик. Тесно, хороший. О! Гитара. Нифига себе, ребят. Вот это вот помоечка. Сюда. Сюда гитарку. Сюда. Ага. Гитара, короче, вот здесь поломана. Ну, и у нее вот эта штука поломана. Ну, и кто ее в таком состоянии не купит. Так, а зонтик у нас? Зонтик хороший. Зонтик беру. Рублей за 50 продастся. Так, ну, неплохое. Начало. Так, вот тут на загородных чуть нашел. Там вот эту штуку. Зонтик. И вот такую вот эту вот жилетку. Без кэшбэка. Так, а вот тут что? О! Так. Ого. Тушеночку кто-то ел. Кто-то шикует. Опа. Опа. Вот это похоже на вынос с хаты. Ой-ой-ой. Да-да-да. Телефона там пока не вижу. Помойка вооружает, ребят. Таким вот тесаком. Так, а что у нас в пакете в этом? Давайте детальнее осмотрим аккуратненько. Новые трубочки. Вот такой вот чехольчик можно взять. Вот такой вот мешочек. Джибель. Так, коробка от пауэрбанка. Еще коробка пустая. Шланг бэушный от стиралки. О! Шестиграники. Вот это мне в гараж. Шестиграники. Правда дешевые, но ничего. Целые нормальные. Не слизанные. О! Таро! Карты Таро, ребят. Нифига себе, новые. Вот это вот ништяк. Карты Таро. Ой, смерть мне выпала. О, блин. Мне выпала смерть. Помоечка дарит смерть. Теневые профиля. Кстати, вот я алюминий не собираю. Сделаю крючок из вот этого алюминиевого профиля. И вот там вот, думаю, достану еще вот этот пакетик. И вот этот пакетик. И вот этот пакетик. А вот там что-то точно есть. Вот это вот. Что это там такое? О! Техника. Это же для ногтей. Вот эта штука. Ребят, для ногтей. Ногти, когда пилят, вот это вот всасывает в себя вот это все. Кстати, давай реально. Давай. А если голова-то болит. Ты обшли мне, а в асфальтовый. Да нет, ты визор сломаешь. Давай я-то. Не-не-не-не-не. Будь полюбила. Ой-ой-ой. Ладно, оставим. Может кто-то ее починит и алюминий. Что-то черно скручивается? Не, она не скручивается. Видишь, что здесь не скручивается. Тут не починить эту гитару уже никак. Все, помянем. Да, обычно это сытная кормилица. Но не сегодня, я смотрю. Что-то тут вообще голяк. Подземные баки. Тоже как будто вывезли. Кусок асфальта. Блядь, вы валяете ебанутые. Ребят, я просто в ахуе. Вот в такой бак засунуть. Кусок, сука, асфальта. Ребят, ну блядь, какой долбоеб это сделал. Кусок асфальта засунули. Вот в такой вот подземный бак. Это кусок, мать его, асфальта. Ребят, реально. Там какая-то сумка. Е-мое. Кусок асфальта засунуть. Ну это пиздец, конечно. Мозгов. Как это потом вывозить будут? Вынос хаты? Или просто коробки. С убитыми шляпетками. Коробки походу все. Ну да, с сапогами. Тут тоже пиздец. Пиздец. Так. А где телефон? Хоть один. О! Чехол пауэрбанк на айфон. Хм. И все. Чего не выкинули, блин, телефон? Пиздец, вот это грустно. Это реально грустно. О! Фу! Нифига! Какие друшлячки. Из Икеи, кстати. Это вообще контрафак. Можно назвать так. Потому что Икеи нет уже. Все. И все вот такие вот штуки. Но вообще очень дорого стоят должны. Потому что такое уже ни денег купить. Только на БУ. Ну такие вот яички варить, штучки. Нормально. Смотри, Дим. Чехол пауэрбанк. Возможно оригинальный на айфон. Серьезно? Оригинальные чехлы с пауэрбанком продавались на айфон? Да. Серьезно? Конечно продавались. Ну стоили дорого, но кто-то покупал. Ого! Водичка в бутылочках. Ха! Сюда водичку попить. Ребят, прям новое. Зацените. Ха! Новая вода в упаковочке. Без газа. Серебряная. Газированная написано. А что газов нет? Нет. Что-то не хочу ее пить. Газированная, а по факту газов нет. Не-не-не-не-не. Что-то это опасно, мне кажется. Я как бы, ну, я не кошка, у меня не семь жизней. Хе-хе. Ха! Блё! Как ты меня испугал? Капец, он там хлеб хавал. Шляпеточки. Ой-ой-ой, какая отрыга. Ну, кто такое будет-то носить? О! Возлагаю надежды на вот эту помойку, ребят, реально. Вот очень сильно возлагаю. Да ебаная, сука, тварь, бля! Вывезли все. Самокат, он валяется, бросили, разъебали. Ну, что за отношение вот такое, да, к вещам, бля! Кабель какой-то. Шо это такое? А, оптический, немедный. Кабель-то немедный. Посмотрите, ребят. Ушатали самокат, разъебали и бросили просто вот так вот. Заебись, да? Классно. Пиздец. Так, а что у нас здесь в ящичках? Пусто. А там тоже нычки нету. В столе нычки нету. Нету нычки, блин, нету. Обидно, обидно. Такую шапку, может, купят. Норковая. Раньше за такие убивали. Фу, как тут рыбой тухлой несет, ребята. Фу, ебать, воняет. Нифига си, это что за куколка такая? Ух ты. Капец, у нее голова тяжеленная, ребят. Ножку кто-то ей отгрыз. Ну, очень прикольная кукла. Мне кажется, она очень дорого стоит такая. Поэтому забираю. Так, сказки. Вау. 85 год. Ханс Кристиан Андерсон. Нифига си, это ж такие классические сказочки. Берем куколку и сказочки. Так, вот еще помойка. И здесь какая-то люстра. Кстати, люстра прикольная. Такую могут купить. Вообще целая полностью. Под маленькие лампочки. Вообще целая красивая люстра. Чуть мне взять такую люстру. Главное ее довести. Правильно, ребят? Такую люстру. Рублей за 400 купят. Вот так вот обмотать надо эти все. Чтоб не разбились. О, нормально. Так, а что у нас тут еще есть? А, вот от люстры, кстати, крепление. Крепление от люстры. Ништяк. Четыре соточки в кармане. Сейчас его надо прикрутить. Дим, можешь помочь? Прикрути вот это крепление вот сюда. Сейчас, короче, устроил перекур на помойке. Вот тут стоял, курил. И подходит дедушка, говорит. У меня есть японский фотоаппарат, DVD-проигрыватель, какие-то колонки. А мне жалко выкидывать. Говорит, может купите? Вот он идет. Сейчас ко второму подъезду подъезжаем. И будем смотреть, что у него там за аппаратура. Может что-то прям вообще топовое. Но я ему сразу сказал, что мне невыгодно покупать это дорого. Вот. Поэтому сейчас подъедем. Может что-то я прикуплю как бы. Роль барыги буду сейчас отыгрывать, ребят. Интересно прям. Говорит, все дети повырастали. Я им на подарки брал. А им это уже не надо. Привет. Привет. Подписчики тут везде. А вон дедушка заходит. Сейчас я с ним пойду смотреть. Заходить. Набрал, короче, тут у дедушки техники. Где Диме? Где Диме? Не знаю. А можешь мне дверь, пожалуйста, открыть? Я хочу на тебя написать. Будешь ли я себе вытекать? Ага. Ну это круто. Опа. А что вы меня ждали? Да. Сфоткаться? Поприветствовать. Ребят, подписчики сказали, знаю, теперь где я живу. Но, к счастью, я здесь не живу. Здесь живет тот дедушка, у которого я, короче, вот это все забрал за 3500. В общем, что я тут купил у него? Парогенератор. Вот такой вот. От него вот эта вот пластиковая штука, куда вода набирается. Он сказал, в помойке. Надо будет сейчас достать. Вот такой DVD-шник, которому цена максимум 200 рублей на барахолке на самом деле. Наушники оригинальные JBL. Кстати, мои новые HyperX наушники кошка погрызла. И как раз думаю, вот как раз мне пригодятся. Вот такие наушники оригинальные JBL. Ну, вроде бы как оригинальные JBL. Вроде бы, ребята. Ну, скорее всего, оригинальные JBL. Прям чувствуется, что оригинальные JBL. Вот тут надписи, все четко сделано. Как на каких-то дешевых подделках. Я их взял за 500 рублей. И вот такую вот видеокамеру очень старую взял. Короче, все за 3500 еще сабвуфер. А, еще DVD-шник вот такой вот. Ну, на кассетах. Короче, ребят, на самом деле, просто хотелось дедушке помочь. Но он говорит, я один остался. Все меня как бы бросили. Квартиру снимаю. 15 тысяч в месяц плачу. И я в итоге, ну, не стал там жестко ломить цены. Взял это за 3500. Вообще, это типа себе в минус, можно так сказать. Потому что, ну, вот эта камера, я ее посмотрел на Авито. Ну, примерно по 3000 их продают. И то, они, наверное, очень долго продаются. Никому они не нужны. Тут в комплекте вот такая вот док-станция. Вот эта заглушка. Сюда вставляется, как бы, чтобы оно работало постоянно. Ну, такой блок питания, в общем. Даже инструкция есть и сумочка. Так, кстати, тут в кармашках что у нас лежит. А, вот аккумулятор какой-то такой интересный. А, все, батарейки можно вставлять. Вот такой аккумулятор. Короче, ребят, дедушке помог чисто. А я с этим барахлом не знаю, что мне делать. Нифига я по-любому с этого не заработаю. Сейчас пойду, короче, от парогенератора искать вот эту вот пластиковую штуку. Дедушка сказал, он ее в бак с пластиком выкинул. Надеюсь, достану. Он сказал, она на дне бака валяется. Только я вот без понятия, как мне ее доставать. Он сказал вот в этом баке. О, реально не соврал. Вон она, ребят, видите? Черная. Вон она лежит. Тут стяжками позакрывали. Придется, походу, баловаться. Не люблю баловаться, но, походу, придется баловаться. Потому что мне эту пластиковую штуку надо как-то достать. Для того, чтобы побаловаться, берем вот такую пластиковую палку. Вставляем ее сюда. И вот так вот проворачиваем. Вот так вот проворачиваем и дергаем. Видели? Лайфхак. Далее берем еще одну пластиковую штучку. Вот так вот прокручиваем и дергаем. Блин, не помогло. Ну, вот так вот точно поможет. И достаем вот эту штучку сюда. Сюда набирается вода в парогенератор. Ну, я думаю, дворник, по-моему, закроет. Ничего страшного от этого не случится. Зато у меня теперь есть эта штука. И парогенератор рабочий в комплекте. Его можно продать, кстати, за пяти хат. Примерно. Нет, чувак, это пизда. Ааа, я сейчас обдрещусь. Ах, ебать, как прибил пукан, сука. Аааа. У меня аж дрожь по телу идет по ногам сейчас. Ааа. Ебать. Полутал, сука, помойки, блядь. Ох, ебать. Реально сейчас обосрусь нахуй. Ох, ебать. Ох, блядь. Ох, блядь. Я на кочке, если сейчас попрыгну, точно обдрестаю штаны. Ох, ебать. Ох, ебать. Ох, как лезет-то, сука. Ох, ебать. Ребят, простите, пожалуйста. Ох, ебать. Ох, лексус, чтоб не сбил. Да я точно обосрусь. Ох, ебать. Так, вот у нас очередная кормилица. Так. Ох. Ох, ребят. Крышка от Нокии. Ох, а вот и Нокия. Ха. Это что на ней такое? Металл. Все, отбил. Ребят, Нокия кнопочная. Нокия Х2. Капец, там металла поналипала. В каком-то гараже валялась, походу. Так, ну может кто-то купит ее на барахолке. Капец, неожиданно я, конечно, ее нашел тут. Просто в какой-то биби. Ну вообще, в реальном мусоре Нокию. Ее, может, за 100, за 200 рублей даже купят. Ну за 100, я думаю, купят. О, тут кто-то порылся, вон сральные бумаги. Ничего больше нет. Обедненько, обедненько, конечно. Ну ладно, поехали дальше, не отчаиваемся. Смотрите уже, сколько техники набралось. Нормально. Так. А тут у нас что? Макулатура. А вот здесь. Ого, сколько коробок. Отчего это? Фуэры. Это, наверное, эти маникюры делают. Вот тут что-то есть. Так, что-то тут, да, есть. Что это? Кальян, ребятки, кальян. Нифига себе. Дима, кальян. Кальян маленький. Да слушай, это дорогой. Слышишь? Это дорогой кальян. Его можно за полторы тысячи продать. Смотрите, чаша накручивается вот так вот. Чикс. Накручивается он. И все остальное. Тут, смотрите, вот так это все накручивается. Вот так оно ставится. Вот так одевается. Вот эта штука вот так кладется сюда. И шланг, ребят. И шланг. И вот спицы вот эти, ну, щипцы. Вообще полный комплект. Вот это тоже есть. Все. Вот так вот и шланг. Вообще ништяк. Так там еще что-то есть. Ладно, ребят. Ну, не за полторы тысячи, но за тысячу точно его можно продать, этот кальян. Неплохой маленький кальянчик. Так, хорошенький кальянчик. Да это фигня. Это просто изоленту отмотать, резинку накупить, одеть и все. Ну, там кто купит у меня этот кальян, тот и эту резинку купит. Ништяк, ребят. Что там еще есть? Это считает, тысячу рублей сейчас нашел. Так, 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 там вынос с хаты. Такая корзиночка. Протеинщик, да? Да, ой. Просроченный, скорее всего. Там цвет уже желтый. Тысяча девятьсот рублей стоил этот протеин. Нифига себе, бутылочка. Реми Мартин. Что-то дорогое. Так, ну и все. Ничего больше ценного. Так. Вот тут, вот тут тоже что-то есть. Вот это что? Так, 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 так. Что-то. О! Джойсик от Плейстейшн был. Там пусто. О! Нифига себе, что нашел? Ребят, что я нашел? Вообще, я такие находки осуждаю, ребят. 200 рублей это стоило. Опа! Какие-то найки припаркованные стоят. Ммм, это не оригинал. О, доска для рисования. Маркерная, кстати. Доска. Вообще прикольная вещь, на самом деле. Может, мне на стрим забрать? Я думал, пердит кто-то. Это спинка от дивана. Запердело. Чуть-чуть. Какие-то шмотки в куче вывалили. Опа! О, вижу какую-то лампу. Вон там в пакете лампа настольная. Так, а теперь вопрос. Как ее достать? Палка-цеплялка. Кстати, веник. Вот такой. Мне не нужен. Так, палка-цеплялка. Нужна палка-цеплялка. Что у нас здесь? Ну что, коробочка такая красивая. Палочка-цеплялочка. И достаем. Так, вот так поддеваем. Мужчины, как на рыбалке. Опа, 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 опа. И достаем. А здесь у нас, ну, настольная лампа вот такая. Рублей за 100 продать можно. Хорошая. Тут еще разбитая какая-то вот такая штука для декора. Так, что-то вот в этом пакете может быть есть. Это коробочка. Вот думаю, брать, не брать. Вот эту вот доску маркерную. Она бы мне пригодилась на самом деле. В общем, подумаю, может заберу. Так, а здесь что? Опа. Шмотки. Мужские трусы. Кепка с ушами. Адидос. Ну, это не оригинал. И она убитая. Так оставим. Шлепки. О, нифига, Луи Виттон. Смотрите, ребят. Конвертик Луи Виттон. Кто-то в Луи Виттоне что-то покупал. Нифига себе. Это мажорский вынос с хаты получается. А вот тут Луи Виттона нету. Тут бабушкин Луи Виттон. Вот такая вот подушечка вязаная бабушкина. Так она хорошая. Ее могут купить. Ух ты. Ух ты. Вынос с хаты. Нифига себе. Ребята. А тут пакет с техникой. Вон она высыпается прям походу. БМВ. Нифига себе. Смотрите. БМВ. Нифига себе. Руководство по эксплуатации. О, печать. Кастрюля. Ну она ржавая. Вот целый пакет чего-то интересного у меня. Какие-то бутылки, зубные щетки. Веревочка неплохая. Так. Что в этом пакете давайте смотреть прям в баке. Ух ты. Это от чего? Для блокнота чехол. Коробка от бритвы. Еще коробка. Та коробка видеорегистратор был. Куча тетрадей. О, тут что-то тяжелое. Коробка от наушников. Ага. Но их тут тоже нет. Естественно. Джинсы, какие-то шорты. А где техника-то, блядь? Блок питания вот такой. Пиздец, обида, ребят. Блок питания, кастрюля. На самом деле все это такая шляпа. А вот тут была хрень. Ты забрал? Короче, фигня, а не находки. Ну, кастрюлю рублей за 50 купят в таком состоянии. Так, а тут у нас что? Опа. Какие-то обудки. Кроссовки шляпные с рынка. Паленые, блин. А вот это мне надо. А вот это пылесосик на 1300 ватт. Самсунг. Тя-тя-тя-тя-ня-тя. Так, мешковой. Мешковой пылесосик. Строительный мусор им походу сосали. Его продать можно за 1000 рублей на Авито. Ништяк. Надеюсь, рабочий. Но я думаю, если его рядом с помойкой поставили, так он, скорее всего, рабочий. Почистим даже его сразу. Чтоб чистенький был. Все, считай, предпродажную подготовку я ему уже сделал. Пылесос загрузил. Ну, неплохо, ребят. О, штора. Даже не одна. Две шторы. Шторы покупают. Вот эти шторы могут купить за 500 рублей. Ну, если они не порваны. Опа. Чуть-чуть шмоток. Какие-то футболки. Чайник битый. Но зато подставочка. А в ней есть провод медный. Чайник, на самом деле, можно было починить. Ну, я не буду на это время тратить. Нифига тут какая вайбовая помойка. У кого-то днюха была. Пакетов куча всяких. Клавиатура повисла. Ой, а там не только клавиатура. Клавиатура битая. А вот здесь что? О, да тут целый арсенал. Во-первых, есть вот это. Во-вторых, вот такая вот волына. Еще вот такая. И роликсы за полтора миллиона. Лазер нерабочий. Короче, шляпа одна. Ребят, как это произошло? Напишите в комментариях. Я просто не представляю. Чуть-чуть вещички. Ну, вещички эти, ребят, уже никому они не нужны. Вещички. Технику я сейчас хочу набрать. Вот у меня много техники. О, чуть-чуть шампуньки. А есть там что-то поинтереснее? Опа, а тут что? Тяжелая коробочка. Алюминий? О, нет. Это шланг. Опа, а это что? Пиво? Мне кажется, туда на сале. Ну и сюда по-любому на сале. Потому что это бутылка от водки. А цвет желтый. Опа, а вот и остатки куклы в ком-то кетчупе. А тут что? Вынос с хаты, возможно. Было похоже на вынос, но нет. Ух ты, ребят, реально, настоящая картина. Полотно прям рисованное, скрученное. Ух ты. Две чашки кофе, печенюшки, чайник. А кто рисовал, даже не написали. Ну, оставим вот так вот. Это на барахолке не купят. Хотя нет, я все-таки возьму. Может и купят. Еще одна помоечка у меня на пути. О, дарит вот такие вот шортики. Неплохие. Ну, подубитые, конечно, дедовые. Тут вообще, видите, дома такие небедные. Поэтому могут люди себе позволить выкинуть вот такую штуку. Это для машины. На торпеду, поняли? Ставится такая вот штука. Мы ее возьмем. Ее можно перешить, починить. Бардачок вот такой вот. Ну, и продать можно будет рублей за сто. Так. О, нифигаси. Вот это дрова. Вот это хорошие дрова. Комплект резины на тачку. Прямо четыре колеса. Эх, я бы забрал, была бы машина. Ребят, решил по второму кругу залутать загородные помоечки. Вдруг тут выносы с хаты сделали. Вот тут вот как будто что-то есть. Вот это очень опасно. Смотрите, что выпало. Иглы. Ох, нифига, какие дрова выкинули. Лебедки. Лестница. Вообще хорошая. Вот ее бы на дрова задербанить бы. Вот эти доски на дрова бы задербанить. Ой, 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 ой. Вон какие толстые. Вон какая толстенная. Блин. Походу мне придется газель куда-то покупать. Чтоб такое можно было увозить. Такие дрова пропадают, ребят. Ай-яй-яй. Буржуечка-то моя пустует. Дрова у меня уже закончились. А куда мне это грузить, некуда. Капец. О, какие-то джинсы. Бариони. Нифига себе, ребят. Бариони. Джинсы Бариони. Бариони. Это ж очень дорогие джинсы, ребят. 34 размер. Оригинал. Ребят, Бариони. Нифига себе. Это очень дорогие джинсы. Оригинальные Бариони. Стоят такие джинсы вот по столько. Представляете. Я просто заочно знаю. Слышал этот бренд дорогой. Балдесарини какие-то. Вот еще какая-то рубашка. Балдесарини. И вот еще. Хендерсон. Еще какая-то рубашка Хендерсон. Фильмосюм. Спрей. Гигиеническое средство для нанесения на раненую повязку. От вредного воздействия окружающей среды. Нифига себе. Нормально так нормально. У меня тут такие шмотки дорогие. Вот Бриони. Бриони джинсы. Загугли сколько они стоят. Ебать. А что в них особенно утовлять? Обычные джинсы. Кстати в хорошем состоянии. Смотрите. Даже не протерто ничего. О, это пиздец. О, тампоны кстати. Хорошие. Новые. Неиспользованные. Так что ребят, если хотите купить эти джинсы Бриони, ссылка на мою группу в описании. Через группу ВК можно будет их приобрести. В сообщениях группы пишите и покупайте джинсы. Размер я до этого сказал какой. Состояние хорошее. Они даже не протерты. Обычно мотня протирается у джинс. А там ничего не протерто. Так что джинсы люкс. Так, это что у нас? Макулатура. Коробка со всякой документацией. Да, макулатура. Асус Родион. 96.00 SE. Нифига себе. Так это коробка от древней видеокарты. Она аж позеленела. Коробка от старости. Капец. Ну это тоже такая ралитетная тема. Нифига. Там коробка от шуруповерта. Там вообще, блин, на этой куче очень интересно. В этой куче будет мне сейчас полазить. Ребят, смотрите. Это что, медные провода? Что это за труба такая? Коробка от шуруповерта пустая. Вот бак. Какой-то расширительный или что-то такое. Типа какой-то бак. Не знаю для чего. Такой ржавый. На металл можно было бы сдать. А вот это что? Что вот это? Это что такое? Что за боеголовка? Ребят. И нифига себе тут провод какой-то длиннющий к этой херне. Ребят, вот это медный провод. И он подключается к вот этой штуке. Это походу какой-то насос для скважины водяной. Вот мне кажется, это насос для водяной скважины. Не написано на нем, что это и зачем. Он вот сгоревший походу, насос этот. И сколько вот медного кабеля я заполучаю вместе с этим насосом. Ебать. Морской бой. Только корабликов тут мало. И должен быть еще второй такой. О, это что? Нифига себе. Я знаю, это футбольный мяч, который по полу так ездит. Нифига себе, тут свалочка интересная. Нифига себе. Ребят, насос этот погружной может и продать получится. Стоит вот такой насос примерно вот столько. Длина его где-то больше метра даже. Недешевое удовольствие, я могу сказать. И продать его, я думаю, можно. Вот для воды, для полива вот эта штука. Тоже ее продать можно. 15 тысяч, Дима, говорит, бэушный такой насос стоит. Его починить, я думаю, можно. Он вот тут снизу припаленный. Там, наверное, просто это. Вот, сгорело снизу что-то. Разобрать, заклеить, по-моему, починить. Короче, я под гаражом. Уже подъехал. Времени на часах пол пятого. Фиксируем время с 12 до половины пятого. Это получается за 4,5 часа я налутал полностью забитую коробку техникой и различными предметами. И сейчас занесу это все в гараж и наглядно вам покажу, что можно найти на помойке за 4,5 часа. И сколько можно на этом заработать. Ну что, ребятушки, вот такую кучу удалось мне набрать за 4,5 часа. Самое дорогое здесь это вот этот погружной насос. Который по-любому сгоревший, но продать его получится тысяч за 5. Потому что они бэушные, убитые, стоят по 15 тысяч. А этот сгоревший кто-то починит, за 5 тысяч заберут. Джинсы Бриони. Вот эти джинсы я их продам в своей группе ВК за 5 тысяч. Ребят, они в идеальном вообще состоянии. Бренд Бриони. 100% оригинал. Все бирки, все видно по качеству, по швам, по всему. Что это? Офигенные джинсы. Плюс комплект к этим джинсам я отдам бесплатно две рубашки. Захотите купить эти джинсы, покупайте в моей группе ВК. Также вот этот насос погружной. Короче, торговаться со мной всегда можно, ребятушечки. А то, что я купил у дедушки, чисто вот реально захотел его благодарить. Но все равно я на этом заработал. Потому что вот эта камера, ребят, как оказалось, на Авито, их продают по 4 тысячи. А я купил у него всю технику за 3 500. То есть, считай, с одной камеры я уже окупился. Она полностью работает, только она до кассеты будет купить. Но я не буду на это снимать, потому что я не знаю, как это в цифру переделывать, выводить там и так далее. Поэтому продам ее. Хотите купить, ребят, 4 тысячи рублей в моей группе ВК. Полный комплект, зарядка, хуятка там, вся хуйня. И сумка, все есть. Пылесос еще был найден, вот этот. Ну, сука, он мертвый, он не работает. Но на барахолке все равно его купят за пару соток. Короче, что могу сказать. Считай, джинсы за 5 продам. Насос за 5 продам. Камеру за 4 продам. Это уже сколько? 14 тысяч. А все остальное барахло по мелочи, ну, тоже тысячи на 3 тянет. Ну, в общем, 18 тысяч рублей я, ребят, заработаю с этого всего. Помоечка кормит, ребят, заебись. Всем до скорых встреч, увидимся в следующем ролике. А шапочку, кстати, я даже не посчитал. Но я ее себе оставлю. Потому что она ебать элитная. Просто шикарная.